Премьер-министр Казахстана, руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводков Олжас-Бегтенов в Североказахстанской области. Он совершил объезд поймы реки Ессель и изучил ситуацию на Сергеевском водохранилище. Сергеевский гидроузел в настоящее время работает на пределе мощности. Текущая наполняемость водохранилища в два раза превышает предыдущие максимальные показатели за более чем 50 лет. Согласно прогнозу Казгидромет в связи с резким потеплением и таянием снега в период с 6 по 12 апреля возможно увеличение притока воды на объем от 2400 до 3600 миллионов кубических метров. На сегодняшний день по данным районам и по городу Петропавск определены ожидаемые опасные отметки первой волны и даты их прохождения. По территории сельского района мы ожидаем уже где-то к 14 апреля максимальные уровни, по Казалжарскому району к 21 апреля. И уже города Петропавск вода Сергеевского водохранилища начнет поступать где-то с 12-14 апреля и продолжится повышение свое до 23 апреля. По поручению премьер-министра в Североказахстанскую область прибыло 300 военнослужащих Минобороны. Привлечено 400 курсантов Академии Национальной гвардии Республики Казахстан и более 300 сотрудников воисковой части регионального командования Орталах Нацгвардии Республики Казахстан. При этом дана команда по дальнейшему увеличению количества привлекаемых военнослужащих для оказания помощи региону. — Солдат, военнослужащие по контракту, офицеры. — 300? — Так точно. — Что вы мне докладывали? 200. — 200 мало. — Все силы просимали. Там замкомандующая гвардия сюда едет. — Так точно, сейчас едет. Там получается, как и своим премьер-министром, сегодня вагоны выезжают, 5 вагонов. Они завтра в 6 утра будут в Петропавловске. — Все, где районы у вас не участвуют, давайте с других регионов тоже, но вы пока своих. — Все. Мы вот эти три района, которые освобождаются, пик прошел, мы забираемся. В настоящее время проводится работа по укреплению существующих дамб и увеличению их протяженности и высоты с учетом повышенного уровня воды на Сергейском водохранилище. В целом для пропуска талых вод было проведено 6 вскрытий дорожного полотна на автодорогах. — Ну, видно, личный состав задействован. Национальная гвардия, Академия. Полк тоже, сказали, усилиться. — Минобороны прибудет, поэтому силу должно платить. — Сейчас мобилизоваться, эти два-три дня очень плотно поработать, чтобы не допустить серьезных разрушений. Понятно, разливы будут, это неизбежно. Но чтобы не пострадали люди... Ранее по поручению главы правительства Улжаса Бектенова первый вице-премьер Роман Скляр призвал руководителей строительных и дорожно-строительных компаний Северо-Казахстанской области оказать помощь в проведении противопаводковых мероприятий. Обозначена необходимость срочной кооперации и мобилизации всех имеющихся сил и спецтехники для организации противопаводковых работ во избежание угрозы жизни жителей сел. Камиля Хамедульна, Адиль Нуржанов, Служба новостей.